Польша – страна с большим экономическим и продовольственным потенциалом. Географическое положение, свободный рынок, природные ресурсы и динамично развивающееся общество способствует тому, что Польша является отличным деловым партнером для государств своего региона и целого мира. Согласно рейтингу ООН, Польша является высокоразвитой страной. Польша проживает свыше 38 миллионов человек. Страна является шестой по численности населения в Евросоюзе. Население Польши живет преимущественно в городах. Постоянно растет процент людей с высшим образованием. А средний доход одного жителя составляет свыше 10 тысяч долларов в год. 2 миллиона поляков, работающих за границей, поддерживают польскую экономику денежными переводами, которые оцениваются приблизительно в 4 миллиарда евро ежегодно. На протяжении 20 лет ВВП Польши систематически растет. Наибольший прирост ВВП Польши зарегистрировала в 90-х, когда ее экономика развивалась наиболее динамично. Большой спрос и потребительская способность стабилизируют экономику во время кризиса. Свою силу и стойкость экономика Польши показала в 2009 году. У нее у единственной из стран ЕС во время мирового экономического кризиса наблюдался рост ВВП. С того времени Польша символически называется «зеленым островом». Значимой поддержкой для польской экономики были и остаются еврофонды, средства из которых поступают в нашу страну с 2004 года. За последние 7 лет Польша получила от Евросоюза 68 миллиардов евро. На протяжении следующих 7 лет Польша получит еще 105 миллиардов евро. Эти деньги идут на строительство инфраструктуры, поддержку сельскохозяйственной промышленности и на развитие регионов. Последние 2 года у Польши наблюдается положительное торговое сальдо. Экспорт немного превышает импорт. Сегодня наиболее крупным торговым партнером Польши является Германия. В течение последних 10 лет зарубежные компании инвестировали в Польшу сумму, превышающую 100 миллионов долларов. Все больше фирм дебютируют на Варшавской бирже ценных бумаг. Постоянно увеличиваются обороты биржевых операций. В Польше находится 14 специальных экономических зон, в которых предприниматели могут вести свою деятельность на льготных условиях. Их задачей является привлечение внутренних и зарубежных инвесторов, а также развитие регионов, в которых эти зоны расположены. Растет популярность польских брендов за границей, особенно в косметической, мебельной и пищевых отраслях. В магазинах косметики мы можем найти продукты фирм Inglot, Dr. Irena Iris или Evelyn Cosmetics. В кафе можем выпить кофе Makate, а на компьютере можем поиграть в игру Dead Island фирмы Fechland. Польская мебель стоит во французском Елисейском дворце, здании Совета Европы и здании ООН. Pacro, Drutex, Oncoplast снабжают мир окнами, а продажей автобусов и трамваев занимается фирма Solaris. Благодаря котирующимся в мире университетам на польском рынке труда находится достаточное количество квалифицированных специалистов для того, чтобы удовлетворить потребность всех отраслей экономики, от маркетинга и рекламы до космической промышленности. Уже несколько лет уровень безработицы в Польше уменьшается. По прогнозам на 2015 год упадет ниже 10%. Слабым местом польской экономики, особенно для среднего и малого бизнеса, являются высокие социальные оплаты и сложная система налогообложения. По этой причине часть польских бизнесменов переносит свой бизнес в Великобританию, Чехию или Литву. Несмотря на эти трудности, стабильная политическая система, независимые суды, согласованность польского и европейского права, модернизация инфраструктуры, а также врожденная предприимчивость и смекалка поляков способствуют тому, что Польша была и остается привлекательным и достойным доверия деловым партнерам. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова